Пистолетку мы пропустили, выиграли ее команда Team Swak YOLO. О, так вот быстро, то есть команда Каблучки или Вика начали сразу. То есть они решили, что давайте мы, раз уж если проиграем, то так проиграем. Если выиграем, то мы молодцы и третью карту уже будем готовиться, я так понял. Но это серьезное такое решение, да, без перерывов как бы начать вторую карту. Но посмотрим, посмотрим, сыграет ли это на руку. Хуч уже делает минус. А, нет, значит, прошу прощения сразу, у нас все-таки выиграли пистолетку. Выиграли пистолетку, у нас все-таки Каблучки. То есть у нас опять Бары поменялись? Да, у нас немного поменялись Бары. Ух, эти вот-вот-вот не были ничего. Ох уж эти Бары, действительно. Ну что ж, 4 в 4, команда TSI выходит на плент. Сирена пока справляется с Кальтов, но получает голу сейчас Апресс. Череда разменов, война. Хуч последний остается против двоих. Суперопытный Хуч, к сожалению, без ХП был. И минус 3. Минус 3 от Born to Loose. И это 2-0. Все-таки смотри, пистолетку взяли. Теперь на уверенности могут еще один раунд взять. Это будет 3-0. И на первых девайсах мы посмотрим. А оправдан ли был пик, да, командой Каблучки оверпасса? Вот мне интересно, как там Хуч сейчас командует. То есть он либо дает наработки, которые были в команде до этого, то есть его какие-то личные, ну не личные, а то, что он знает. Либо там что-то простенькое. Говорит, парни, ну короче, мы можем сыграть так, 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 давайте выбирайте сами. Ну давайте вот так сыграем. Так, Несс не справляется со стрельбой, просто Глок поп-стоппер его перестреливает. Тем временем размен у нас уже у туалетов. Бомба, правда, лежит. Но это А. По всей видимости, это А. Сапрос. Спину никого не смог забрать. Ситуация 4 в 3. И ЦРН. Пока все очень простенько для ТСА. Происходит, они 3 в 2 остались. Есть МП7 от Борна, есть Фамас от Сапроса. И команда Вика стягивается на Б-плэнт, куда и выходит, кстати говоря, ТСА. То есть угадывают сейчас они с перетяжкой, игрок с иконкой сплайсов. Сейчас будут играть на Б-плэнту, а Сапрос перетягивается на А. Ну вот Сапрос сейчас должен двоих игроков встречать ТСА. Делает первый минус. Хорошо. Ситуация 2 в 1. И остается один поп-стоппер. Сможет ли он остановить у нас игроков команды Диффанса? Оправдает ли он свой ник или нет? Ну, он узнает, наверное, где находится один из игроков. Он в этот смог сейчас пойдет. Спрячется. Будет бояться. Неплохо. Пока неплохо. Посмотрим, будет ли у нас Ёжик в тумане. У нас Сапрос. Попробую через него пройти. Он на самом деле его позиции не читается. Не читается, конечно же. Вот сейчас в поисках игрока. Возможно, сейчас поймут, что будет со спины. Но бомбы, к сожалению, поставлены. Нет, тут непонятно. Тут непонятно, потому что, с одной стороны, игрок был, может быть, аналоги на туалетах. Но он успеет, раздеваясь бомбу. Киты есть. Нет, китов, к сожалению, нет. И он не успевает. А он киты. О, киты были на туалетах, но... Не дадим тебе киты. Успеет. Успел. Да, успеет. Молодец. Ну что, взяли эко-раунд ТСА с одними пистолетами. Да? Именно так. То есть там даже были глаки. Один, по-моему, P250. Ну, действительно, сейчас очень уверенно игроки команды Каблучки сыграли. И форс. Форс от них мы сейчас видим. Один девайс засейвлен был. Это МПХ. Взяли Кольтецкий. Попробует как-то разрулить эту ситуацию в свою пользу. Но Дигл сапресса накалил у нас игрока команды Тим Свакьола. И 63 хп ему оставил. Это форсбайт, да? От команды Вика. Я вижу Кольта, вижу UMP. Вот этот UMP уже срабатывает. Минус Егор Кан. Тут еще два игрока по лонгу, которые его огрели по голове. Именно Space. Вот этот вот entry fragger команды ТСА. Он что в этой команде, что вообще в принципе играет роль entry fragger. Ну а Декнес находится Хуча, который вроде бы уснул. Но вот у нас сейчас Брэйн Дэд Машнит под Б. Пытается задержать игроков Диффанса побольше на точке. Но Сапресс. Сапресс уже понимает, что это А. Уже бомба поставлена. И попстоппер перестреливает у нас, к сожалению, игрока команды Диффанса. И в раунд уже практически в копилке игроков команды Тим Свакьола. Но борьба продолжается. Space, правда, отстрелит у нас ЦРН. Ворн Плуз в спину получает от попстоппера. И Space завершает этот раунд. 2-2. И по экономике. По деньгам все очень плохо у команды Каблучки. Да. Печаль, беда, лицо, рука. Вот такое вот стихотворение минимальное, кто я сочинил на коленке. Только что. Да, только что у себя в голове. Но вроде зашло. Зашло, потому что команда Вика именно так играет. Лицо, рука. Да, ну вот у них взята была пистолетка. Второй раунд им тоже взяли. Что и мешало в защите сделать еще один минуса. Что? А именно расслабов. Расслабов, который они себе устроили. Сейчас. Почти. Давай. Ты посмотри. Ты посмотри на них. Перестреляли. Почти зачитали, я хотел сказать. Вот этот выход под Б. Все прочекали, но Хуч. Просто могуч. Он гоняет стаи туч. Остается один Макс, который в спину. Сейчас попытается забрать игроков команды Team Swag Yola. Один красный поп-стоппер. Хуч сотый. И, к сожалению, стрельба пошла не очень хорошо. О, вот и ламп. А вот и ламп, который включился. Опять-таки, в один момент. То есть, ты красный. Ты думаешь, дай-ка, я постою, подожду за столбом. Сейчас мой тиммейт придет. А Том такой. На уверенности. А чем я хуже? Раз. Пау. Парни, голова откидываются назад. Знаешь, как в фильмах так стреляют. В замедленном действии. Да, сло-моушен такой. Классиво было бы. Если бы это было такое в КСе, было бы очень классиво. Но команда TSI продолжает. У нас доминацию на карте. Вы не смотрите наверх, смотрите по игре. Слушайте нас. Потому что мы умнее, чем этот счет. Мы умнее компьютера пока что на данный момент. Потому что компьютер показывает неправильные вещи. Ну что же. Это выход А. Скорее всего будет бомба перетягивать у нас к туалетам. Опять же, развод под B-плентом будет у нас от Брэйн Дэда. Пробует он сейчас забрать игрока на бочках. Слышит его прекрасно. Но флешка. Флешка злополучно прилетает куда-то на B. Видимо от своего тиммейта. Он от него светлый. Я отвалился от Саппроса. Попстоппер у нас тем временем делает минус под B. Также бомба перетягивается. После вот этих открывающих минусов. Моментальная перетяжка под B. Плент от игроков команды Team Sweck YOLA. И 3 в 3. 3 в 3 ситуация. Тоже есть минус от Макса. Он уже успел забрать лампу. Молтов хороший пролетает от команды TSI. У нас теперь 2 Вики. Вика, Викачка, Викуся. Макс пушит плент. Заметили, но не дали информацию по игрокам. Хотя игрок, походу, который кидал Молтов, тоже его не заметил. Спейс вместе с Хучом вдвоем остаются. Минус от Спейса. Падает Дэкнинс. Еще один игрок в пленту. Ну и Макс прикрывает свой тиммейт. Один в один как раз против Хуча. И это раунд для команды Вика. Это минус 4. Это квадрокилл от Макса. Молодец. Только бы успеть теперь, на самом деле, по времени. Не успевает. Не успел. Ну как же так? Минус 4 просто коту под хвост. То есть великолепное выбивание. Но, как говорится, don't be loser by the fuser, если я не ошибаюсь. О май гад. О май гад. Как этот человек не успел левить бомбу. Там Макс и туда бежит. И туда. И там фраг. И здесь фраг. И просто за всю команду отработал. А у этого, видимо, IQ не хватило, чтобы набрать правильные кнопки и порезать нужные провода. К сожалению, проигранный раунд. После того, как всех игроков команды Атаки убили. Ну, туалет. Туалет снова занимается игроками команды TSI. И это, видимо, будет выход А. Мне говорят, что тут были киты у его тиммейта. То есть у Макс и были киты. Пожалуйста, сейчас можешь просто следить за этим. Потому что у нас камерамен. Ты какой у нас самый внимательный человек. Должен обращать внимание на такие вещи. Декнес отваливается у нас в туалетах. Опять же, остается три игрока команды Каблучки. Но это, скорее всего, будет сейв. Должен быть, по крайней мере, сейв. Потому что без дефузов. Опять же, вот я теперь заметил, что дефузов нет. Нет, все. Парни, провал. Бежим сейвить. Вот, кстати говоря, насчет таких моментов. Вроде бы как сейчас тот момент, когда команда Вика может закомбетчить. Она может выиграть эту карту. Но остались в 2-1 против Егорки. Киты, кстати говоря, на машине лежат, если бы Борн пошел с ними. А Борн пошел очень далеким путем. Киты лежат как раз на каре. До него начнут добежать. В итоге еще один раунд для команды TSI. О чем я говорил? Вот этот момент, когда Макс сделал минус 4. Он на хайпе, на таком жестком взял почти этот раунд. И не разефузили бомбу. Да, вот это обида. Ты представь, как вот этот человек, который делал фузов бомбу. Я представляю, насколько он вспотел, когда он радифузил бомбу. И как он еще сильнее вспотел, когда понял, что он не радифузил бомбу. И Макс такой, ура, парни, взяли раунд. И это больше похоже, что это пятая точка так у него подгорела после того, как бомба взорвалась. Мне кажется, он клавиатуру об голову тиммейт разбил. Может быть, может быть. Посмотрим. Посмотрим, смогут ли сейчас команды у нас каблучки закомбетчи. Все-таки счет 5-2. Пи-90, кстати, есть у игрока команды диффанса. На что наиграл, скажем так. На что наиграл, да. Зажим царский. Лампу не поздоровил с этим, по 90. Но зато размен. Зато размен, и команды Вика сейчас втроем находятся на бепленту. Тейса, кстати, как-то забыли вообще про аплэнд. После прошлого раунда уже напомнили об этом. Но сейчас опять беплент. Опять хотят Тейса именно туда вылезти. Накидывают флешки, смоки. Вроде как это можно было бы сделать фейк. Но продолжают там стоять. О, какой сейчас минус от Брайндеда мы с вами его увидели. ЦРН. Остается один у нас под беплентом. На хелпе у него, правда, еще один игрок. Каблучки с пи-90 просто нашивают в дым. И в бок просто в ухо от спейза. Смотришь, куда? У вас плент никто не смотрит. Сапрес под 90 смотрит в смок. И тиммейт, который стоял на углу, который лежит прямо перед ним, он должен был стоять смотреть в миддл. Ну, проход в плент. Но он стоит вместе со Сапресом, смотрит в смок. И в итоге Сапрес пытается затащить уже трипл килл от него. Худший один в два остается. Воевать будет до последнего. Он прячется за цементом. И флешка. Флешка своему в лицо просто прилетает великолепная. Успеет он? Нет. Один в один. Но у Сапреса есть информация, где находится противник. И есть дефузы. А у Хуча ничего нету. Ну же. Давай, дави, дави, дави. И да. Да, он успевает. Дефузы есть. Наконец-таки вот минус 4. Теперь сработали. Сработали. И на уверенности теперь должны у нас команда Каблучки брать, соответственно, свой пик и переходить на третью карту, которая, напомним вам, Де Инферно. Обновленная, замечательная Де Инферно. Ох, я представляю, как я буду зарубить основного Де Инферно. Никто не знает. Только по старинке могут вспомнить, какие гранаты, какие смоки им, какие флешки. Если действительно не разбирали. Я знаю, что тут некоторые видел арты, типа прострелы на Де Инферно. Какие-то вот прям сногсшибательные прострелы. Просто через всю карту, небось, да? Ну, там есть прострел. Человек находится на белье. И прострел идет на машину, на банане. Ого. Неплохо. То есть ты понял, да? Вот реально через полкарты залетает. Так что посмотрим, как будет Инферно играться. Да, ребят, по регламенту, когда начинаются турниры, было Инферно. Поэтому мы будем с вами смотреть Инферно. Третья карта, если понадобится. Если до этого доживут Вика. Но вроде как они туда собираются идти. Ой, ну как же нет информации, что может в спине быть игрок. Ну, просто поп-стоппер делает два халявных минуса. Только сейчас его... Он надет шапку-невидимку просто. И это выход под А. Плент Макс, правда, пытается еще под Б намошнить. Какой-то из минусов, но ЦРН. Успел забрать, кстати говоря. Главное, размен в этой ситуации. Но три в два. В меньшинстве у нас игроки команды Диффенса. Попытаются сейчас выбить плент в банке. Заметил. Заметил. Неужели все так плохо с коммуникацией у игроков команды Каблучки? Они же Вика. То есть вот ежевика, они же Каблучки. Непонятно вот с названием у команды. Панишер, пожалуйста, давай будем вести себя прилично. Ты хоть и САП или ты кто вообще? Кто ты? Твич Прайм. То есть ты как должен подавать хороший пример людям в чате, такие, чтобы не материться, говорить а-та-та, а-та-ташечки за то, что они матерятся, а сам себя плохо ведешь. Не надо так. Ну, не надо. Ну, опытный Хуч на монстре сейчас попытается сделать минус на Б пленте. Это у него выходит. Тем временем игроки команды Атаки идут по ДА. Хуч сделал свою работу, правда отвалился. Сапрос его забрал, но Аплент чист. Белоснежный чистый Аплент сейчас ожидает игроков команды Атаки. Тебе осталось только бомбу поставить. Ну, кстати, если Вика не возьмут хотя бы даже 7 вата в защите, тогда они проиграют. Вот 6-7 раундов, если проиграет. Если вот возьмут, вот просто, давай, Ванга стайл. Вот Ванга я или нет? Были у меня в роду Ванги или нет? Если команда Вика берет хотя бы 6 раундов, у них есть шанс. Угу. Хорошо. Если они только 5 берут, они проигрывают пистолетку и летят домой. Летят домой. Но, правда, лететь им далеко не надо. Ну, а кто знает, может они в области где-то, может они там как-то на самолете куда-то еще. Потому что... Потому что команды некоторые регистрировались на другие региональные... То есть человек с Москвы и команда с Москвы могла зарегистрироваться куда-то в СПБ. Да, это ты прав. Вот, то есть они могут действительно лететь домой. Ну, посмотрим. Посмотрим. Все-таки счет 3-7. Ага, ну вот. На параллельном матче, параллельной трансляции... Ну, не трансляции, а матче именно, потому что трансляция у нас одна. Команда FireFrags уже взяла первого ка. Я так понимаю, что это было несколько медленнее, нежели было до этого. Ну, а у нас Вика решили запушить. Забрали уже лампы. Ну, а команда TSI по одному заходит. На B-Plant. Вот, он не появился. И хуч. 12 хп, но воюет как тигр. Львины. И тут еще продолжают воевать против Саппроса. 12 хп, а он убивает людей. И один Декнус у нас остается. Сьюспом. Ну, попробует, естественно, он отстрелит где-то девайс, найти халявный фраг. Зачекают его или нет. Мы сейчас это узнаем. Кто-то к нему отправляется в гости. Это у нас Braindead. И чекают. Вот это стрельба. Пойдет. Но Space. Space на подстраховке. На размене 8.3. Давай посмотрим, что у нас творится по фрагам. По фрагам. Что такое? В чате человек написал «Менталитетом не вырос». Вот так вот, да. Нормально. А сейчас вы менталитетом не выросли. Да, в 2016. Ну, посмотрим. Посмотрим. Игра продолжается. О, мой г. Снова хочется нас. У тебя низкий менталитет в крови. Вот так вот, да. Это заключение врача. Низкий менталитет. Низкий уровень менталитета. Действительно, вот почему люди используют слова, не зная их значения. Ладно, 3 в 4. У нас команда TSI в мишенстве. Четыре игрока у команды Вика в живых. И они могут побороться сейчас за, вот, как раз-таки, хотя бы пятерик. Хотя бы за пятерик. Дагнес промахивается с АВП. О, сразу на размене два игрока еще. Space убивает его в голову. Да. Ну, как-то вот пока вот нечего конвертировать. Было преимущество, понимаешь? Было преимущество у Вики. И что с ним сделало? Вот так вот. Просто пришел Space, и все это преимущество забрал себе в карман, упаковал и положил. Остается у нас один CRN, который попытается засейвить свой девайс в очередной раз. Это под B-плентом уход в Zik, куда-нибудь, наверное, на T-спаун, чтобы никто не догадался, вообще не догадается. Конечно, опа, услышал игрока команды TSI. Я тут уже засейвил, я просто хотел еще раз чатик немножко. Вопросик. Они же были с АС. Ребята, Хуч и Space, они до сих пор в этой команде, но именно на Кубке России они играли подобным составом. Там что-то поменялось. По-моему, Хуч раньше в Team Swaggill не играл. Там был другой игрок. Неважно, уже не помню, просто кто был. Можно иметь три игрока со старого состава и две замены сделать. Все. И поэтому TSI, они видоизмененные, они якобы САС, но, как видите, нету Литла, нету... Кто там еще у Хуча был? По-моему, НРК, что ли? Ну, кто такие игроки? Просто потому, что это Кубок России состав, а не САС. Это не та команда, это Team Swaggill, ребят. Юрка, делайте open frack. Еще один на винте. Отваливается у нас Макс, и это под B-plant выход будет. Нет, хотя непонятно. Бомба все-таки идет на A, и тут Сапрес. Попытается в спину забрать, но стрельба не заходит. Абсолютно Егорка с ВП завершает этот раунд. Просто как выстрел с ВП, просто П. 10-3. У команды Вика полный П, грубо говоря. Полный провал у команды Вика. Ну, что я говорил? Шесть не взяли, все. Я как бы как и говорил. Ну, в принципе, так и было понятно еще после Куба Стоуру, что Уверпасс будет сложный. Я не сказал, что ребята Вика провалятся. Они молодцы, они борются. Даже вот, знаешь, они... Тот начальный момент, когда они проигрывали из-за... Ну, не страха, да, а из-за волнения. Он прошел. И сейчас у команды Вика они пытаются что-то придумать. Ну, Брейн. Ну, это Брейн. Просто за всю боль сейчас прилетает в голову с Калаша. И это... Аплент. Это Аплент. Но большинстве сейчас будут встречать игроки команды Вика этот выход. Три игрока все-таки на пейнте А. Против них уже три игрока. Там только один макс. И два игрока с банка выходят. Не подстраховали абсолютно. Вот сейчас Сапрес делает минус. Тут разумеет должен быть. Игурка попадает по ноге. Ну, и тут же Сапрес еще один фраг делает. Там продолжает Игурка выцелить игрока в банке. Ну, и в большинстве пока что ТСА и красный Сапрес и Сейрейн постарается выйти через пин. Но это будет очень-очень нескоро. Почему-то он шифтит. Вместо того, чтобы бежать все-таки диффузы были. Были шансы на взятие раунда. Но все-таки это сейв. Все-таки это сейв. Правда, перестрелка у нас происходила на винте. И еще одно АВП будет сейвиться игроками Каблучки. Они же Вика. И сыграют ли эти два АВП в заключительном раунде диффанса? Ну, вопрос сложный. Стоит посмотреть. Ну, знаешь, не хватает Вика, мне кажется, собранности. Потому что, как я смотрю, они играют шамблонно. Они придерживаются каких-то стандартным дефолтом. И из этого дефолта не хватит вылазить. Стоял у них игрок в туалете. Почему он сделал фраг по Брейну? Почему? Потому что... Он смотрел шары вот это. Да, то есть он... Не то, что реакция не сработала. Брейн знал то, что противник будет стоять именно там. Почему? Потому что игроки играют по шамблону. Почему? Потому что ТСА играют разные раунды и уже начинают читать противника. По пальцам можно посчитать, какие где позиции стоят и где будет противник находиться. Под Б плантом развязывается у нас борьба. Хуч уже отстрелил нас с Апроса, который был с АВП. Дуэль такая. А вейперов Парашлап поп-стоппер просто увольняет. Брейнзет делает минус на А. Борн Тулуз разменивает игроков под Б плантом. И вот каждый раз, как я не включу камеру, это как минимум выход одного игрока Тифонса на двух игроков атаки. То есть вот только сейчас спину у нас забирает Декнес. В очной дуэли один на один. И уже за ним выехали. Хуч правда промахивается. Все наглеет. Очень наглеет хуч. Сейчас ввалился прямо на противника с АВП. Но зумы. Ну и тут дают шанс Декнесу взять раутер. Но спейс сразу же прекращает все эти конвульсии. 12-3. Команда ТСАй берет первую половину с четырехкратным преимуществом. Да, тяжело, тяжело сейчас будет игрокам команды Каблучки взять свой пик. Все-таки 12-3 действительно счет достаточно разгромный. Учитывая, что это Дифонс. Как минимум это должен был быть 10-5 или 9-6. Но посмотрим. Посмотрим. Зарешает ли пистолетка. Зайдет ли точнее пистолетка игроков команды Каблучки. Кстати. Кстати. Небольшой такой инсайдик. Завтра будет проходить турнир. Также будут участвовать там и спейс, и хуч. Даже посильнее, ребята. Мне прям интересно кто там будет познаменитие хуча. Очень странно. Очень интересно. Но это будет. Я буду завтра его комментировать. Поэтому вот такой вот большой рекламный ролик произошел. А у нас пистолетка. Вика. Пытаются выйти на Б-плент. Уже забрали Брейн Деда. Макс сделал этот минус. Борн еще один фраг себе в копилочку оформляет. И Вика начинает дарить надежду своим болельщикам, фанбоям с детства за Вика. Ууу. Кстати, вот тактика паровозика в принципе сработала еще и с замыкающим игроком в лице ЦРН. Ууу, неплохо. Неплохо сыграно. Но на одного типа только хватило. Попстоппер. И отвалился и этот игрок. Все-таки пистолетку смотри-ка взяли игроки команды Вика. Посмотрим. Еще два экономических впереди. А мы с тобой уже видели, что ТСА могут взять свой экономический. Вот. Кстати говоря, не только на про-уровне команда, счет 3-12 считается игровым, потому что 3-12 это не страшно, 2-13 вот это уже же полное же, а 3-12 это там пистолетка, выигрываешь 1-2 раунда, там еще и девайс, но уже 12-7 счет, уже как бы отставание это не совсем большое. Ну вот уже ЦРН отвалился у нас на болоте, тем временем игроки команды атаки должны понимать, что и по инфе ЦРН, что на планете скорее всего чисто, много игроков было под B и быстро-быстро по длине должны перемещаться игроки, но зашифтили, зашифтили, как раз в этот момент может быть как раз перетяжка от диффанса, что и происходит, уже встречает поп-стоппер, точнее будет встречать поп-стоппер Макса на планете. Хуча нашли в углу, он стоял одиноко. Наказанный такой в углу. Да, 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 вот именно так, и тут еще Латра попадает по игроку, он 5 хп остается всего лишь у Макса, постараются сейчас игроки команды ТСА как-то еще вытащат этот раунд, воем будет играть с одной позиции, попадает по Баксу, 2-2 ситуация. С колшом Сапрес пытается спрейт, но боится вылазить, и Сапрес все-таки как-то приседает, сделал этот минус, Брэнс с одним сузишкой, ну и Борн подключается, да. Подстраховал на самом деле он сейчас своего тиммейта. На релоуде могли поймать. Да, вот как раз в чем ошибка, да, вот как раз могла бы сейчас случиться проигранного раунда, если бы сейчас не подстраховал Борн ту лут своего тиммейта, который был на релоуде. Мне кажется, Сапрес там кричал, Борн, спасай, друг, хелпуй, разменивай меня хотя бы. Ну вот и Борн вышел с уишки, сделал фраг. Ну что, 5-12, ну и камбэк израиль. Посмотрим. Вернули твои слова. Еще один экономический раунд у команды TSI. Полный причем, то есть только P250. У Хуча реализовать у него, скорее всего, получится или нет, но узнаем, потому что позиция его как бы не аркадная. Он будет играть с этим пистолетом где-то в пленте, скорее всего. Но по длине, по длине сейчас у нас поп-стоппер отвалился. Есть информация о том, что как минимум 3 игрока передвигаются к Аппунту по длине. Уже Борн ту лут врывается у нас на пленте, уже размин есть. Сапрес также помогает, убивает Спейза. И 2 игрока с хелпы. Почти, почти нанизал как шашлык на шампур. И да, забирает, все-таки минус 3 дает этот игрок. 6-12, и вот сейчас мы узнаем, камбэк Израиль или нет. Мы сейчас увидели, как можно убить человека патронами в плечо. Да. Мне кажется, Спейс просто истек кровью. Внутри излияния у него произошло, да, отвалился. И закуп. Кстати, стоит обратить внимание, что нету АВП у игроков команд Teamswek YOLO. То есть они пытаются сейчас на кольтах. Самое интересное, что выбор кольтов у них у большинства 30-патронный. То есть он любит поспрейить, любит позажимать. И уже поджим. Брейн Дэд делает минус ЦРН на площадке. И вот в клеще такое ощущение сейчас игроков команды Вика будут зажимать игроки команды TSI. Так, куч, куч, куч. Слышит, как стреляет противник. Просто как шпион. И... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И снова Дэкнесс. Вот эта очная встреча на Коблстоуне продолжается. Опять куча побеждает. Ну что это? Не отдал фраг от команды Вика как-то по одному. Все разваливаются. Вроде как с коннектора были игроки. Но вот первый фраг по Латра. 7 хп остается у Сапроса. Ну и будут его резать. Ой-ой-ой. Будут резать, но надо было. Ну что это такое? Мне кажется, сейчас Space говорит, да надо было его на шашлычок. Прям... Мужичок, приходи на шашлычок. На самом деле, когда у нас Сапрос кидал Хае вот под низ, да, она зацепилась за какую-то текстуру, я думал, что он сейчас взорвется на самом деле. Но пролетела граната. Ну знаешь, лучше умереть от противника, чем от себя, потому что и Цитон снимает деньги. Да? Как-никак. Ну, продолжим. Продолжим. И это очередной закуп у команды Вика. Денег все-таки хватило. Раскидка есть. И вот в ожидании поджима сейчас у нас уже Бортулус делает минус. Попстоппер агрессивно играл на туалетах. Но нет информации о том, что еще там Брейн Дэд. Очень близко находится. Зачитает его. Ну-о-о! Еще и на прицел. Будь здоров. Просто на прицел упал Декнес. И мне кажется, он расстроен, что его так убили. Между прочим. Фраг был, между прочим. К сожалению, не забрали. К сожалению, не забрали Брейн Дэда. 8 хп у него остается. Интересную позицию он занял. Хуч отстреливает издалека ЦРНа. На туалет отдает флэш хаешку. И тем самым Максу просто не оставляет никаких шансов. Ну, просто читает. Я не знаю. Человек выходит на позицию. Да, сам на гранаты выходит. Флэшка вылетает, но значит тебя уже заметили. Либо не выходи туда. Подожди. Отойди. Нет, лезет, лезет, лезет. Ну и хуже два изи фрага. Команда ТСА 14 раунд берут. И пока, ну... Ну, мораль закончилась. Такое ощущение у команды Каблучки. Они же Вика. Ну, пистолеты, пистолеты. Форс. И в надежде переломить ход встречи. Есть один девайс в виде автомата Калашникова у Сапроса. Ребят, вопрос такой залетел. Это какая стадия Кубка? Ребят, это идет регионально уже Москвы. То есть после этого регионального... После... Кто победит, он едет уже на Кубок России среди других городов. Часто. Ой-ой-ой, Сапрос, но не справился со стрельбой. Сделал он минус только по Хучу. Макс, остается один. 30 хп против троих. Информация, в принципе, есть. Да, уже Space. Вот это Flash и Braindead. Хотел сказать Хуч, но Хуч уже отворился. Хуч мертв. Ха-ха-ха. Зардук. Ха-ха-ха. Да. Очень было похоже. Ну что же. Последний раунд. Последний раунд. Два Галила, две ОМП Муха. Просто какой-то... Не знаю. А когда разминка закончится? Бомж-пакет. Бомж-пакет у ребят. Не знаешь, когда разминка закончится? Скорее всего, она уже закончилась. Ребята... Может, ребята без информации сидят. Может, они думают, что это... Еще действительно разминка. Пытается как-то разыграться на поп-стопер. Что это? Уже в бок не забирается. Он плюнул ему в лицо этим патроном. Он просто плюнул. А там, на медле, еще один находится игрок. И сейчас ему плюнут. Вот все. Пацаны закончились. Вика, до свидания. Вика, домой. Макс. Макс, на тебя последняя надежда. Вот вся команда верит тебя. А там уже вышел кто-то даже. Это поп-стопер. Самое интересное, что вышел враг из противоположной команды. Ну, что же. ГГ. Две карты Тим Свэк Йола уверенно отыграли и свой, и чужой пик. Счета у нас 16-6 на Уэрпассе, на Кобблстоуне. 16-3. 16-3, да. Ну, собственно говоря, дорогие друзья, это Кубок России. Это была 1-4. Сейчас обратите внимание на ваши экраны. Вы увидите положение команд в таблице. Тим Свэк Йола уже отправляется в полуфинал, где против Glass Sports, грубо говоря. Айспортс будет играть против команды Тим Свэк Йола. И вот этот матч уже будет намного интереснее. Потому что Айспортс, они играли и на каких-то турнирах уже успели покатать. То есть у них опыт совместной игры большой. И на серьезных турнирах. Нет, сама по себе организация уже достаточно старая. То есть уже там корни пустили уже давно. Слушай, еще когда был МКС, Москва Сайбер Стадиум, там команда играла. В составе был Маус ТТ, там был Зей. Там были такие люди, я не знаю, которые, может, уже не играют просто в КС. То есть это было, не бы сказал, что бородатые года там. Нет, я просто вспоминаю еще 1-6, там тоже была эта команда.